Текущая лекция посвящена тому, возможно ли была промышленная революция в античности, конкретно в Пакс Романа и Древней Греции. Пакс Роман — это так называемый римский мир. Для того, чтобы понять, возможно ли вообще была промышленная революция, наверное, для начала необходимо определить, а что же это такое. Вообще под промышленной революцией подразумевается принципиальный скачок в историю развития человеческой цивилизации. Этот принципиальный скачок всегда связан с принципиальным увеличением производительности труда и переходом на новый вид ресурсов. На текущий момент свершившихся индустриальных революций у нас три. Четвёртая находится в процессе реализации. Первая была связана с тем, что от энергии дерева, ну то есть реально от сжигания дров, мы перешли к сжиганию угля. Уголь — гораздо более энергоёмкий материал, занимает меньше места, даёт больше тепла и может быть использован в промышленном производстве. Вторая — значительный мере переход от сжигания угля к сжиганию нефти, газа, ну и других жидких полезных ископаемых. Третья — это открытие ядерной энергии. И четвёртая, она, знаете, так... Ну то есть вот, смотрите, первая она была связана с углём и с паром, то есть с энергией пара. Вторая была связана с нефтью, газом и двигателями внутреннего сгорания, ДВСами. Третья — с атомной энергией и ядерными реакторами, то есть это всегда, условно говоря, пара ресурса и машина, которая его использует. Четвёртая — это промышленная революция, связанная с микроэлектроникой и то, что сейчас называется искусственным интеллектом. И новыми видами ресурсов, которые сейчас разрабатываются, почему она сейчас ещё не свершилась, это так называемая термоядерная энергия, которая, наверное, скоро достаточно будет доступна человечеству. Буквально на днях в строй вступил очередной экспериментальный термоядерный реактор в Японии. В общем, эта энергия более безопасная, ещё более, что называется, обладающая большими ресурсами, чем ядерная. Но мы не про это, а про то, что могла бы быть в Древней Греции и Древней Риме хотя бы первая промышленная революция, связанная с тем, что появился пар и энергия угля. Вообще считается, что начало первой промышленной революции, ну, она произошла в 17-18 веках на территории, скажем так, современного Евросоюза. Это большая часть территории современной Англии, Франции, Германии. И она связана с четырьмя факторами. Первый фактор, ну, собственно говоря, вот здесь достаточно много изображено, но я всё-таки, наверное, постараюсь более подробно рассказать. Это новый источник энергии, уголь, который появился не от хорошей жизни, а от того, что дерево просто стало, ну, как это, кончаться. Ну, собственно говоря, напомним, это времена практически позднего феодального строя, когда крестьяне не могли, условно говоря, уже вырубать лес для собственных целей в принципе. Их за это, что называется, как минимум вешали, как максимум происходили даже ещё более неприятные вещи. Ну, а как-то жить как-то хотелось. Было достаточно холодно, и с течением времени действительно торговцы, ну, то есть вот непосредственно как раз владельцы шахт, стали вырабатывать уголь для того, чтобы, как это ни странно, продавать его в города и тем же самым крестьянам, потому что это был единственный способ поддержать собственное существование. Одновременно определилось, что уголь является чрезвычайно ценным источником для существования мощных машин, которые далеко позади оставляли. Самые мощные машины, доставшиеся к нам наследство как раз той же самой античности, это ветряные водяные мельницы. И эти машины являлись паровыми машинами. Здесь есть ирония. Дело в том, что сами паровые машины, самая первая паровая машина, машина Ньюкомена, была открыта, скажем так, по глубокой нужде и как раз, как это ни странно, для добычи того же самого угля. Это как змея-уруборос, которая поглощает свой собственный хвост. То есть паровая машина была изобретена для того, чтобы откачивать из угольных шахт большое количество воды. Просто понимаете, в чем проблема? То есть шахты, они как-то вот такие вот подземные, и в них очень часто набираются грунтовые воды, и как-то грунтовые воды их откачивать, как бы, к сожалению, нечем. Ну, ведрами их не вычерпаешь. А машинами вполне. А паровые машины, для работы паровой машины что нужно? А. Уголь, который у нас есть, потому что мы работаем на угольной шахте. А. Вода, которая у нас есть, потому что мы откачиваем воду. Очень удобно. Потом, в общем-то, люди быстро поняли, что можно использовать не только для откачивания воды из угольных шахт, и поэтому появились первые фабрики, первоавтоматизированные ткацкие станки, так называемая, прялка джинни. В общем-то, знаменитые дымящиеся дымовые трубы. И всё, что связано с высокими температурами горения, ну, потому что дерево сложно довести до высоких температур горения, конечно, бывают значительные исключения, такие, например, как античное сожжение коринфа, в результате чего был получен уникальный материал коринфская бронза. Ну, как бы, это крайний случай, когда сжигают полностью города, вот, и возникают огненные штормы. Но, в общем-то, от горения дерева очень больших температур не получишь, а от горения угля можно получать температуры, достаточно сильно превосходящие 1000 градусов, что привело к появлению, в свою очередь, значительно более прочных материалов, таких как сталь. А появилась сталь, стало возможно делать более прочные машины. Стало возможно делать более прочные машины, машины стали становиться всё меньше и меньше. Ну, условно говоря, чем больше прочность материала, тем на меньший рычаг можно дать большую нагрузку. Ну, и поэтому, собственно говоря, они стали появляться практически везде, что очень сильно уменьшило долю ручного труда. Вот с этим и связана первая промышленная революция. Но, собственно говоря, возникает вопрос. А почему же эта промышленная революция не произошла непосредственно в Римской империи на границе нашей эры? Вопрос, на самом деле, сложный. То есть, в принципе, если мы рассмотрим XVII-XVIII век и территорию Англии и Франции, в нашем воображении предстаётся, ну, скажем так, романтизированное, что там, рыцарские бои, пышные кортежи, пиры, короли-королевы и вот это вот всё. Но в это же время мы понимаем, что да, там действительно начала осуществляться достаточно значимая уже финансовая система. Ну, как бы это, те же самые, например, тот же самый род Медичи, например, знаком практически каждому, да, венецианские тоже обладали сказочным богатством. Ну, а считается, в общем-то, что без развитой экономики невозможно развитая промышленность. Поэтому, в общем-то, мы можем предположить, что из-за того, что были сложные уже взаимоотношения, то есть такой сложный феодальный строй, сложные сформировавшиеся традиции, постоянные войны, я напомню, это позднее Средневековье, и устойчивая финансовая система, сложная экономическая система, наверное, это послужило действительно значительным фактором для того, чтобы началась революция. Но рассмотрим Римскую империю. То есть, что такое есть Римская империя времен принципатой вплоть до раннего домината? Ну, это конец, скажем так, десятых годов до нашей эры, начало первого-второго века после нашей эры. Это вплоть до, так называемого, императора Деклетиана, но мы сейчас не будем углубляться в римскую историю. Но дело в том, что государство в то время было очень большим. Это государство, у которого объем народа-населения составляет более 50, по некоторым оценкам, 60 миллионов человек. Для сравнения, население Англии времен Кромвеля составляло по различным оценкам 5-7 миллионов человек, в 10 раз меньше. Второе. Ну, как бы, по населению это уже большая страна. По финансовой системе. Нет, ну, конечно, стоит, опять же, уважать тех же самых венецианских дожей, но как бы ничего сложнее золотых монет, серебряных и медных, а также их обрезания. В общем-то, Англия представить вплоть до королевы Виктории особо не могла, а там уже, что называется, промышленная революция зашла очень далеко, и именно из-за нее как раз стала появляться действительно сложная финансовая система, бумажные деньги, вот это вот все. А вот в Римской империи переводили, почему именно переводили, а не перевозили, огромные объемы финансовых средств буквально через всю империю на протяжении недель. Например, знаменитые письма Цицерона говорят о том, что он жалуется, в общем-то, своим покровителям, о том, что прошло уже целых две недели, деньги объемом 3 миллиона сестерцев, это больше 5 миллионов долларов на текущий момент, до сих пор не дошли до Рима. То есть, как бы, его это возмущает. Расстояние там несколько тысяч километров. Ну, как бы, там была настолько развитая финансовая система, что там именно возникали первые законы, которые ограничивали деятельность того, что мы сейчас называли микрофинансовой организацией. Ну, и деньги переводились миллионами просто из конца в конец, что называется, путем тех же самых сигнальных вышек, практически того же самого Телеграфа. Телеграф, по сути, не более чем более продвинутой версии сигнальных вышек. Может быть, дело в образованности, ну, как бы, это же очевидно, чем более образованное население, тем более сложнее мы можем делать вещи. Ну, на самом деле, это вообще не очевидно никак. И вот образование, на самом деле, в Англии, Франции, там, 17 века и в Древнем Риме сравнивать очень сложно. Дело в том, что в том же самом Риме гражданин обязан был быть образованным. Ну, в смысле, в Риме были граждане, а были неграждане. И граждане были привилегированный слой. И они составляли приблизительно где-то треть всего контингента, то есть 20 миллионов человек. И гражданин был обязан быть образованным, иначе его могли лишить гражданства. Ну, как бы, это много, 20 миллионов человек. Каждый третий. Они, граждане, пытались быть образованными для того, чтобы гражданство поучить. Ну, а в Англии 17 века возьмите каждого второго, если не каждого первого ПРа, и на вопрос, умеет ли он читать, он, что называется, сплюнет и скажет, да не господское это дело, с кем ты меня, что называется, йомин перепутал. Образованность в Англии точно была не в чести. Но, да, чем они точно отличались? То, что в Риме, вообще, точнее говоря, во всем Пакс Романа, то есть во всем римском мире, было значительно теплее, и греться нужно было гораздо меньше. Ну, климат просто элементарный, мягче. Все время, что называется, на дворе был плюс. Но, кстати, дерева тоже было очень мало. Дерево было только разве что в Галии. Ну, да, та, конечно, уже была провинцией Рима, но попробуйте, что называется, с Галией вы еще что-нибудь в центральную Италию привезите. Что называется, времена Цезаря уже давно ушли, а гальские племена как были непокорными, так и оставались. Но, может быть, дело-то, в общем-то, не в населении, вообще не в экономике. Может быть, дело в чем-то другом. Например, в государственном строе. Ну, как бы, у нас же Европа, как известно, ну, потом и Соединенные Штаты Америки, это уже у нас что? Правильно, светочь демократии. Очень, правда, конечно, странно звучит выражение светочь демократии к последней стране из крупных, у которой до сих пор сохранилась монархия, но тем не менее. Но это такая демократия, в которой, как бы, ну, рядовые граждане вообще, в принципе, никаких шансов, вообще никакого права голоса не имели. Я вам скажу по секрету, нижняя палата парламента, то есть куда, по крайней мере, имели шансы избраться хотя бы крупные землевладельцы, крупные купцы. Они тоже никакого права голоса не имели. Ну, знаете, ну, такая себе демократия. Я бы ее больше как-то олигархией бы назвал. В Риме демократия была вполне себе реальной. На протяжении половины тысячелетия в Риме шли реально чуть ли не гражданские войны за постоянное изменение, увеличение прав полебеев. Практически всеобщее избирательное право. Любой римский гражданин имел право голоса. Бесплатная раздача еды, в том числе зерна. Участие в принятии каждого законопроекта. Каждый законопроект должен был приниматься публичным обсуждением. Вот уж где демократия была, так это в Риме. Ну, про Грецию я вообще ничего не говорю. У них там вообще в принципе даже как бы все должности были не то что выбранными, там, что называется, полководец был неудачным, его прямо на площадь там могли сместить, выбрать другого прямо из рядов толпы. Это как бы было совершенно нормально. Ну, нет. Дело, значит, не в демократии. Может быть, дело в религии. Ну, как же, у нас же это христианский мир, все такое там, епископы, кентерберийский собор. Монотеистическая религия, ну, как она монотеистическая, она достаточно была терпимой, слава богу, в Англии уже в 17-18 веке, условно говоря, на кострах уже сжигать плюс-минус перестали. То есть на самом деле, кто там во что верил, никого уже особенно не волновало, и главное, ты, что называется публично против Господа Бога Иисуса Христа, не выступай. Но в Римской империи было все то же самое. Там как бы приводят в пример христианских мучеников. Ну, как вам сказать, ну, что значит христианские мученики? То есть официально в Древнем Риме была политеистическая религия, то есть большое количество богов. Часть из этих богов была римская, часть из этих богов была греческая, часть вообще эфиопская. Там было огромное смешение, в том числе и все императоры тоже причислялись к лику богов, там тоже стояли их статуи, их можно было делать подношение. Но абсолютно никого не интересовало, какую религию ты, в общем-то, разделял. Главное, что называется, ты не хули, пожалуйста, текущую государственную. Это как-то неправильно. Это как сейчас разжигание там религиозной розни. Но, тем не менее, да, что называется, тогда христианство считалось практически как крайне и достаточно опасной сектой. Ну и вели они себя как крайне и достаточно опасная секта. То есть как бы поджигали традиционные храмы, устраивали, в общем-то, то, что сейчас называли бы террористическими актами. Ну, в общем-то, велись, как и сейчас там, допустим, некоторые, ну, скажем так, вот, достаточно агрессивные элементы на том же самом Ближнем Востоке. Ну, да, таких действительно сажали в тюрьмы. И как бы у них были достаточно серьезные наказания, но как бы это не распространялось, там как бы из-за того, что они были прямо христиане-христиане. Там единственным исключением можно представить ту сцену, которая часто описывается относительно императора Нерона, когда он с христианом сделал живые факелы. Но, во-первых, не факт, что это была правда. Во-вторых, Нерон как это Нерон, его сами римляне отморозком всегда считали. Поэтому нет. Более-менее религиозный строй, он был совпадающим. А если тем более дальше рассмотреть Иисусскую империю, там христианство точно так же стало доминирующей религией, и тут вообще не о чем говорить. Византия как преемник Римской империи, как бы это первоначально самая большая первая христианская держава, которая вообще в принципе существовала. Ну что еще? Ну могут сказать, что, например, в Европе и США не было рабства. Как бы уже свободные страны. Ну вы вспомните историю, что не было рабства. Рабство отменили в 1861 году. В США и в Российской империи одинаково. А до этого рабство очень даже было. Чего вот точно не было в Древней Риме и Древней Греции, но что было в Европе, это детский труд. Как бы в Древней Греции и Древней Риме никому вообще в голову не могло прийти детей заставлять работать. Ну просто потому что... А зачем? Как бы, ну, есть здоровые люди, они могут их прокормить, выполнять какие-нибудь тяжелые работы или нетяжелые интеллектуальные. Дети вырастут, и пожалуйста. Они могут быть тоже в различных сосовиях. Что происходило в Европе? Детей еще в конце 19 века принимали законы, которые позволяли им работать не более 12 часов в день. Десятилетним детям. Какой прогресс. Нет. Дело не в прогрессивности. Очевидно, государственным устройством. Так, наверное, дело в исторических личностях, правда? То есть кто был двигателем прогресса? А давайте посмотрим. Благодаря кому вообще осуществилась научно-техническая революция? В общем-то, четыре человека, которые оказали принципиальные действия вообще на ход в нашей истории. Это Томас Ньюкомин. Он торговец железом. Просто торговец железом. Никакого образования. Ну, просто, что называется, изобретатель-самоучка. Джеймс Харгривс, ну, по сравнению с ним, Томас Ньюкомин практически лауреат мобильской премии. Он просто ткач. Ему пришел в голову, как сделать так, чтобы ткацкий станок был более-менее автоматическим, если, условно говоря, его что-то толкает. Ну, по сравнению с ним, Вольт и Морс, они, конечно, достаточно ребята такие продвинутые, обе дворяне, но как-то вообще не топ своего времени. Ну, в общем-то, люди как люди, знаете, ничего такого прямо из себя не представляли. Глубокими мыслителями, философами не были. В античности, ну, сравним, точно так же, четыре фигуры. Архимед. Вы, наверное, не знаете, какое, допустим, из изобретения Архимеда послужило прообразом гиперболоида инженера Гарина. Ну, лазера, то есть. Так вот, при еще осаде Сиракуз Архимед создал устройство, которое принято называть первым лазером. Это высокоэнергетический когерентный луч, который просто к чертовой матери сжигал катапульты наступающих. Что он только не делал. Паровые пушки, ну, то есть, реально, пушки. Блоковые краны, которые поднимали до 50 тонн. Об Архимеде, в общем, можно очень много говорить. Ну, не говоря о том, что он был философом, физиком и вообще все остальное. Герон Александрийский был первым ректором высшей технической школы в Александрии. Ну, как бы, первые университеты приблизительно в одно и то же время появились и в античности по отношению как раз к начале истории и в новое время. То есть, условно говоря, первые университеты появились за два века до нашей эры непосредственно на территорию Римской империи. И где-то приблизительно через два века после вообще начала истории со времен Англии появились университеты в Оксфорде, в Кембридже. Но, тем не менее, как бы Герон Александрийский это первый ректор вообще в человеческой истории в его текущем понимании. Так он же еще одновременно и создатель первых паровых машин. То есть, вообще, на входе в ведущий Александрийский храм, которого механизм он конструировал, были вендинговые автоматы, которые позволяли опускать в них половинки сестерцы, а на выходе выдавалась прохладная венольная вода. Очень удобно. Двери открывались сами по себе паровыми машинами. Был рядом театр, на сцене которого ходили автоматоны и передвигались фигуры при помощи энергии пара. Он уже изобрел паровые машины. Там было все нормально. Фион Византийский. Фион Византийский изобрел очень мало. Всего-навсего карданную подвеску, которая является, в общем-то, основой всего современного автотранспорта. Ну, там остальные мелочи, типа водяной мельницы и там всяких многозарядных арбалетов, которые вы могли видеть, например, в Ван Хельсинге, если вы когда-нибудь смотрели, или в серии Игры Диаболу, вообще даже упоминания не стоит. Гипархникейский. Это тот человек, картой звездного неба мы пользуемся до сих пор. Но Гипархникейский является одновременно создателем первой вычислительной машины, так называемого антикитерского механизма, который, по некоторым оценкам, превосходит по сложности замечательную вычислительную машину, которая так и не была построена Чарльзом Бэббиджем в XIX веке. Ну, это просто машина, которая позволяла считать практически все, там календарь предсказывает вплоть до тысячи лет вперед, там затмение и массу многих других вещей. Поэтому нет. Не в гении человеческих дела. Ну, а какие еще варианты-то остаются? Но может быть в том, что постоянно в Европе шли междоусобные войны, да, но мы же помним. Война Алой и Белой Розы, например, да. Крупнейшие эпидемии были в то время, то есть, как бы, ну, умирали десятки миллионов человек, там эпидемия, там как раз вот черной чумы. Кромвельские войны. Вот что там только не было, господи ты, боже мой. Но и в Римской империи, ну, на территории Римской империи на протяжении более полутысячелетия не было ни одного мирного года. Поэтому, в принципе, ну, что здесь сказать? Когда, вот, например, говорят, что, допустим, в Римской империи того времени не могли изобрести, потому что была постоянно угроза варваров, ну, и типа, поэтому силы империи как раз были на то, чтобы отражать постоянно набеги варваров. Ну, в Англии варваров там не было, да, на границах. Ну, здесь стоит обратиться к опыту Юлия Цезаря, который жил значительно раньше и который, в общем-то, показывал варварам, кто есть кто. Если вы вообще почитаете те же самые записки о Гальской войне, идущей от первоисточника, то увидите, что для Римской империи варвары вообще никакой опасности не представляли. Цезарь с несчастными от 10 до 20 легионов справлялся. То здесь вырезал 300-тысячное войско, то там 500 тысяч бритов, вернулся обратно еще 200 тысяч гилетов. Все нормально, у него самого даже 80-100 тысяч не было. Варвары никогда для Рима не представляли никакой угрозы. Нет, дело не в войнах. А болезни в Риме были тоже. То есть первая эпидемия оспы была именно в Риме, от которой было уничтожено порядка половины его населения. Ну что же, попытаемся сравнить, в чем все-таки отличаются Британская империя и Римский мир. Ну и в чем же может быть дело? Почему в одном случае промышленная революция произошла, а в другой нет? В Римском мире было достигнут высочайшего развития науки, механики, другой инженерии. Ну как бы все от Аристотеля до Архимеда говорит само о себе. В Британской империи ничего сложнее водяных мельниц вплоть до появления паровых машин просто не было. Ну как бы не было и все. Да там и ученых никаких тоже не было. Там максимум были астрономы и то, которые занимались астрологией. Население в Римской империи было больше. Сложность структуры экономики структуры экономики в Римской империи была лучше. Ну как бы это действительно была сложнейшая аграрно-промышленная экономика. В одних местах добровали ресурсы, в других местах были сложнейшие промышленные центры, которые управляли, кстати, ту же самую сталь, даже при относительно низких температурах. В третьих местах занимались финансовым обеспечением. Сложнейшая была экономика. Индустрия потребительская и военная. Ну, скажем так, давайте поставим, что называется, Ланцкнехтов какого-нибудь там 16 века и, допустим, ну не знаю, там, рот Ланцкнехтов 120 человек и там две, даже одну манипулу времен послемарийской формы армии. Ну, я посмотрю, знаете, кто там раньше побежит, но я думаю, это будут точно не римские легионеры. Рабочая сила. Ну, рабочая сила в Риме было больше. Образованность. В Риме, она была выше. К религии. К религии оба относились достаточно никак. По правителям. По правителям есть разница. В Риме правители были сильные. Причем настолько сильные, что даже после, ну, как вам сказать, даже после Цезаря только началась эпоха пяти хороших императоров. То есть, это все от октября августа до Марка Авреля, чьи труды мы и сейчас в общем тоже изучаем. То есть, вы представляете, подряд шесть мощнейших императоров, каждый из которых правил по 30-40 лет, и которые непрерывно развивали военную деятельность, науку, искусство, сами по себе были философами. Это невероятно, на самом деле. Римская империя достигла пика своего расцвета, к моменту середины правления Марка Авреля. И вот здесь начинается разница есть в доступности лесов как источника энергии. В Римской империи они были, но в той же самой Цезальпийской и Трансальпийской Галлии, но не более того. И климат. Климат, в общем-то, в Риме был лучше. Исходя из этого, мы переходим к чему? Как ни странно, мы приходим к тому, что промышленная революция произошла не из-за положительных факторов, не из-за преимущества экономики как раз тогдашней Британской империи, которой еще тогда, кстати говоря, не было, а именно как раз из-за недостатков. Потому что а. Не было ресурсов, б. Не было высококвалифицированной рабочей силы. Ну вот представьте, что называется, вы средний промышленник, и вы пытаетесь заставить делать хотя бы что-то вечно голодного крестьянина, у которого голодная жена, голодные дети, недостроенный дом, чуть ли не каждый месяц и он еще что называется пьет как не в себя каждый день. Ну вы знаете, здесь задача проектного управления является практически нерешаемой. В Риме все было гораздо проще. То есть как бы там даже в сословии рабов, ну что такое раб? То есть как бы например какой-нибудь грек, которому каждое утро делают маникюр, потом у него обеда с семи блюд, а в вечернее время хозяин в принципе не имеет права его беспокоить, потому что у него вечерние водные процедуры. То есть как бы но, извините меня, собрать например людей в античности для того, чтобы сделать какой-то глобальный проект, ну я могу здесь пирамиды даже в пример привести, а уж извините меня дисциплинированность рабов в Древнем Риме была на порядок выше, чем у невольников в Египте. Ну и как бы инструменты были гораздо более глобальные. Ну просто на западе того времени в 16-17 веке было невозможно кого-либо заставить работать, вот и все. Ну и третий неэффективный проект на управленцы. Ну как бы максимум, чем жили тогдашние правители 16-17 века поесть побольше, поохотиться поучше и что называется попытаться пристрелить, зарезать, отравить ближнего своего. Римских императоров к сожалению такие вещи не очень волновали. Они в основном возводили грандиозные города, вырывали каналы, открывали новые месторождения, развивали философию, участвовали в дебатах. У них как-то времени на такое деструктивное времяпрепровождение на самом деле практически не было. Поэтому получается, что как ни странно промышленная революция возникла из-за того, что людям, которые вышли из простых сословий, но попытались подняться куда-то выше, нужно было хоть как-то выживать и хоть как-то пытаться работать с существующими ресурсами, но возможности у них для этого не было. А почему вообще возникла такая потребность? В сильном государстве не возникает никаких проблем как раз высокой степени автоматизации. То есть вообще, например, почему, допустим, в том же самом Советском Союзе и в США 50-х, 60-х годов мы могли бы полететь на Луну и еще в 50-х годах конструировать аппараты для Марса, а сейчас мы этого сделать не можем. Ну под мы я имею в виду человечество, что-то никаких лунных баз не видно. Ну потому что, собственно говоря, у нас даже просто людей инженерного класса практически не осталось. В Риме же было как? Любой солдат есть инженер. Он днем ходит на 40 километров в здоровом теле, здоровый дух. Потом за 4 часа он делает лагерь, который размером со средний город. И в промежутке еще, что называется, в каждой манипуле читают письма Тицерона. Вот вообще отлично. То есть как бы все нормально. И вы знаете, римские императоры и, ну будем их называть так, ну не губеранторы, конечно, проконсул в отдельных провинциях, они могли вполне выполнить абсолютно любую задачу, имеющуюся у них ресурсами. Стимула не было просто еще что-то больше изобретать. То есть как бы, ну предложите там какому-нибудь римскому проконсулу, а вы знаете, а мы можем сделать машину, которая работает при помощи угля. Вы на тебя посмотрели, как на сумасшедшую вас спрашивают, а зачем? У нас так все нормально. Ну например, для того, чтобы перевести вот эту колонну. Говорит, ну и так нормально, мы ее и так перевезем. Как бы все. Там Трояновские колонны перевозили гораздо быстрее, чем колонны, например, для Санкт-Петербурга знаменит Александрийский. Поэтому, в общем-то, из-за трех причин слабой власти, слабого образования и низкой культуры населения и отсутствия ресурсов и произошла научно-техническая революция. Вот, в общем-то, и вот так. И из этого следует, что чем более высоко развитая цивилизация, тем меньше у нас, в общем-то, возможностей для развития. А почему это плюс? Потому что сейчас, на текущий момент, человеческая цивилизация переживает очередной свой момент, достаточно значительного упадка. Поэтому, в общем-то, сейчас возможности для научно-технической революции как никогда более высоки. Правда, последняя из них, которая сейчас чуть ли не произошла и не закончилась созданием эффективно работающих искусственных интелектов, чуть не привела к очень печальным вещам. Но, тем не менее, шансы на лучшее будущее у нас сейчас очень высоки. Потому что она происходит как раз после падения до дна, до выхода на пик. Вот мы сейчас находимся существенно после падения дна, ну, вы все помните, 90-е, да, там, и самое начало 2000-х годов. И мы сейчас выходим на очередной пик как раз. То есть, ну, как бы даже условно говоря, поколение молодых инженеров снова начало формироваться. Мы снова начали, по крайней мере, аппаратную НОУ запускать. Да, поэтому, конечно, мы сейчас находимся именно в этой точке перегиба. Именно поэтому мы сейчас, ну, что называется, обладаем возможностями, ну, и культурно, и ментально, и вообще, что называется, научно-технически, ну, по сути, быть независимыми от всего окружающего мира. Я, наверное, на этом закончил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!